Как одна шутка сорвала монолог Джимми Киммела всего через несколько минут после начала церемонии вручения Оскара? Это довольно низкий удар, призвать кого-то к древней истории. Церемония вручения премии Оскар началась не просто благодаря монологу ведущего Джимми Киммела. Когда шоу началось, Киммел отпустил обычные шутки. Но серьезный спад случился в самом начале, когда Киммел начал обсуждать номинантов этого года и сосредоточился на Роберте Дауне-младшем, который украл шоу в Опенгеймере. Во время своего монолога Киммел сказал, что главная роль в Опенгеймере была главным достижением звезды, но, возможно, не самой высокой точкой в его жизни, намекая на историю Роберта Дауне-младшего с зависимостью. Ситуация стала особенно неловкой, когда камера переключилась на Дауне-младшего, где он начал указывать на свой нос. Киммел удвоил усилия, спросив, это было слишком на носу или это было движение, которое вы сделали? Дауне-младший затем жестом велел Киммелу завернуть его, явно не имея его. Шутки Киммела по поводу зависимости Дауне-младшего были в значительной степени неуместны, и ведущий едва ли признавал, как он сыграл определяющую карьеру роль сложного Луиса Стросса. Напряжение чувствовалось как на сцене, так и в зале. Коллега Дауне-младшего по фильму Опенгеймер Эмили Блант игриво положила руки на плечи актера после непристойной шутки Киммела. То же самое чувство, по-видимому, чувствовалось и дома, где зрители обратились в социальные сети, чтобы осудить Киммела и его удар ниже пояса. Как только Джимми Киммел рассказал о прошлом Роберта Дауне-младшего, бывшие зрители начали поджаривать ведущего за такую унизительную шутку. Один из пользователей написал, что Джимми Киммел использует прошлую наркотическую зависимость RDJ против него на глазах у всех, это так безвкусно и позорно. Другой человек сказал, что кто-нибудь скажет Джимми Киммелу, что Роберт Дауне-младший, шутки о наркотиках больше не смешны, не то, чтобы они когда-либо были, чтобы быть ха... Это не первый раз, когда люди пытаются добиться реакции от Дауне-младшего. Вспомнив свою историю, при промоушене «Мстители. Эра Альтрона» Дауне-младший покинул чат Channel 4 News, когда интервьюер начал спрашивать о личной жизни актера, включая вопросы о наркотиках. Актера «Железного человека» нахваливали за уход из интервью. Зрители импотировали к Дауне-младшему, которому, похоже, не понравились шутки Киммела. Один человек на ха заявил, что RDJ выглядит неловко при шутках Джимми Киммела, и он не обвиняет его. Наверное, пора прекратить вспоминания прошлого Дауни, хоть он и упомянул его в своей благодарственной речи позже того вечера. Роберт Дауне-младший выполнил огромную работу, меняя и развивая себя, исходя из своей истории. Как отмечал один человек, RDJ сделал многое, чтобы изменить свой имидж за последние 20 лет. Он наложил так много усилий, чтобы стать тем, кем он является. Действительно бестактно со стороны Джимми Киммела упоминать и шутить о его зависимости при всех его коллегах и на всенародном экране. Просто неправильно. В итоге социальные сети разочарованы стартом церемонии «Оскар» в этом году. Даже больше, чем когда в 2023 году ведущим был Джимми Киммел. Для Дауни-младшего это был один из важнейших вечеров в карьере. Третья номинация на «Оскар», и хотя никто не знал, когда Киммел сделал свою шутку, это его первая победа. В «Опенгеймере» он сыграл роль, определившую его карьеру, о которой будут говорить десятилетия. Он один из самых универсальных актеров нашего времени. Сам актер признал, что добиться такой игры было испытанием, потому что он опасался, что его актерские навыки могли пострадать от всех лет, проведенных в MCU.